Мы просим, действительно настаиваем, чтобы дополнительные проекты бюджета на 2020 год увеличили минимум на 1 миллиард рублей. Будем подключать всех депутатов, все силы и возможности, которые у нас есть, вплоть до того, чтобы не принять бюджет в первом чтении. Почему это вызвано? На сегодняшний день учреждение здравоохранения имеет рассуженные задолженности более 900 миллионов рублей. Это есть опасение о том, что кредитор может заблокировать деятельность любой больницы, поликлиники. И здесь действительно есть большая опасность. Второй вопрос, который мы рассматриваем, это обеспечение полного объема финансирования территориальной программы государственных гарантий. Там тоже у нас дефицит. Ну и лекарственное обеспечение, которое мы говорим о том, что у нас более 600 миллионов было на 2019 год, но благодаря тем поправкам, кредитировкам бюджета и добавлению 100-150 миллионов рублей, которые мы тоже настаиваем и настаивали, ситуацию немножко поправили. В целом же кредиторская задолженность составляет 1,5 миллиарда рублей. Те движения, которые есть, мы не видим изменения. Но нашим жителям хотелось бы, чтобы мы пришли в поликлинику, в больницу, было лекарство, были на рабочих местах все врачи в целом по штату, а дефицит кадров у нас на сегодняшний день есть. И отремонтированы помещения. Вон так-то больной человек бывает. А тут и стены недлежащего вида, и кабинет плохой. Но ситуация меняется. Прибедается оборудование. Но вот именно пока есть время, пока не вне всем проекта бюджета, законодательного собрания, у нас осталась неделя. Соответственно, с дефицитом и законодательством мы проводим данное мероприятие, чтобы нас услышало правительство Ульяновской области. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова